Субтитры делал DimaTorzok Моя любимая конфета шоколадная И голубые орхидеи, хотя я не умею за ними ухаживать Они у меня через некоторое время осыпаются и все больше не растут Я не ботаник и не умею заниматься орхидеями Я уже много раз говорю, не дарить мне орхидеи Но он все-таки подарил, потому что ему понравились Сказал, необычный голубой цвет И сегодня, дорогие мои друзья, я вам расскажу историю нашей жизни Мы познакомились с Динато случайно В 1998 году, 8 декабря Я тогда приехала в Рим с моей подружкой Ивоной На недельку, чтобы посетить все исторические памятники Рима Чтобы посмотреть Рим Вот, мы жили тогда на Виа-де-Ленесполе И каждое утро ездили в исторический центр Начиная наши прогулки, экскурсии с собора Святого Петра Я могу сказать, что я познакомилась с моим мужем Ринато Благодаря моей польской подруге Ионе Это она меня уговаривала целый год поехать вместе с ней в Рим Я очень отказывалась, упиралась, не хотела ехать Но она меня убеждала упорно и настойчиво Потому что я уже знала итальянский язык, а она не знала итальянского Поэтому она так настаивала, чтобы я с ней поехала Я тогда еще жила в Германии Мы идем именно на Виа-де-Ленесполе Виа-де-Ленесполе Мы находимся на Виа-де-Ленесполе Да, много лет назад Сейчас мы как раз выезжаем на улицу Виа-де-Александрино Виа-де-Александрино Это Виа-де-Александрино Это Виа-де-Александрино Где мы познакомились? Вот на этой улице мы познакомились с моим мужем Ренатом Более 20 лет Виа-де-Александрино С этой улицы началась наша любовь, наше знакомство Мы познакомились около церкви Где мы проходили с моей подружкой Ивоне А Рената со своим другом Джорджо Они как раз заворачивали машину Они ехали на завтрак А мы ехали в собор Святого Петра На площадь Святого Петра Осматривать монументы Потому что мы с Ивоной приехали на недельку в Рим И причем она меня уговаривала целый год Я помню, я еще жива в Германии И она приехала ко мне в Германию Говорила, ну что ты здесь делаешь? Поехали в Рим Как здесь скучно, ну что ты здесь оставила? Вот Ну и так и вышло с моим мужем Во втором мы развелись Второй муж у меня был немец, первый поляк И вот она меня уговорила поехать с ним Потому что у меня здесь были друзья Вот как раз вот на этой улице мы жили И на этой улице, вот эта улица ведет как раз на ту улицу Где мы остановились с моей подружкой Ивоне и у ее друзей Авиа Дель Ненесклэ Авиа Дель Ненесклэ Абитавамо Булевона Семь у нас Вот этот район, где мы познакомились с Ивоне Вот это дом, где жила Это моя подруга Оля, которая работает на радио Ватикане Вот на этой улице мы жили, вот тут дом Вот тут дом, такой невысокий И там мы остановились как раз с Ивоне В девяносто восьмом году Когда я познакомилась с Ринато Ринато нас спрашивает Девушки, а вы долго будете еще в Риме? На самом деле, мы на следующий день уже возвращались в Польшу Я соврала ему Я сказала, да, мы еще будем долго, месяц Он говорит, ой, хорошо, тогда давайте встретимся И на бумажке, на клочке бумажки написал свой номер сотового телефона А мы хотели над ним подшутить Мы обычно шутили над итальянцами, которые хотели с нами встретиться Где-то их ставили на площади Испании На Испанской лестнице На площади Святого Петра, у фонтана И не приходили Мы их так, как говорится, мы всех хотели проучить итальянцев Которые думали, что все иностранки такие Типа легко их получить А мы были очень строгих правоотправил Также я подумала, что Рената тоже какой-то такой несерьезный бабник И я говорю моей подружке Позвоним ему и отправим его куда-нибудь ждать В пустую И на следующий день мы уехали Ну и забыли про него Потом как-то я случайно наткнулась на этот плачок бумажки Какой-то сумки своей нашла Где он написал свой номер И вспомнила И говорю подружке Давай ему позвоним и его поставим где-нибудь Мы уже были в Польше И сказал Давай его проучим Наверняка у него жена дома Куча детей А он тут заигрывает с туристками И я ему позвонила со своего сотового телефона Тогда еще были первые мобильники И когда звонили, то мне было видно Номер не высвечивался А чтобы номер высвечивался Надо было заплатить больше за какой-то там абонемент Вот, конечно, у меня был абонемент обычный И номер у меня не высвечивался И я ему позвонила, думая, что он номер не увидит Я говорю, давай, встретимся Он говорит, давай Я говорю, приезжай На площадь Святого Петра Там вот есть такой фонтан С правой стороны Мы там встретимся Он мне говорит То, что меня очень удивило Ты что, с ума сошла? Я только что с работой приехала Я сейчас попросу куда-то в центр Вот Ну, я так опешила Ну, ладно, ладно Не хочешь, приезжать не надо Все, разговор закончился И потом у меня звонит телефон Буквально через минуту И он мне звонит Он говорит Ты что, мне из-за границы звонила? Я говорю А я думаю, как, откуда он не знал? Говорит, у меня высветился номер С каким-то кодом Заграничным Мне никогда никто из-за границы не звонил Оказывается, у него номер высветился Я не знала Но у них раньше появились мобильники в Италии, чем в Польше Вот Поэтому они были более продвинутые И он увидел мой номер И мне так получилась наша знакомство Наша дружба Он мне звонил каждый день Иногда даже по 4 раза в день Тогда еще не было интернета Связь по мобильнику была очень дорогая Всю зарплату, я помню, тратил на эти телефонные звонки Ну и звонил, мне звонил В течение двух лет мне звонил Ну, хотя мы уже встретились несколько раз Вот Через 7 или 8 месяцев мы опять встретились с Лимми Он пригласил нас с моей подружкой Рената продолжал мне звонить каждый день Интересовался, как у меня дела Больше, чем я переживала за мои проблемы Ну, я к нему относилась как к другу Не соглашалась ехать в Италию Он меня приглашал Чтобы приехать на несколько дней в Рим Познакомиться с его семьей Не доверяла еще итальянцам И об этом нашем знакомстве Узнал его друг Даниэля Который моложе моего мужа Это сын подруги моей сестры И он попросил Рената Чтобы я его познакомила С какой-нибудь своей подружкой Он тоже захотел познакомиться с Полькой Ну, и тогда я предложила Моей подруге Ивоне С которой мы приезжали в Рим Чтобы она познакомилась Пообщалась с этим Даниэля Вот Он ей отправил фотографию свою Как он играл в теннис В темных очках И он ей очень понравился И они начали переписываться по почте Тогда еще не было интернета И вот Ивона захотела поехать в Рим Чтобы познакомиться с этим Даниэля И начала меня опять уговаривать Поехать в Рим Я опять упиралась Я опять не хотела ехать Но все-таки она меня уговорила И вот спустя 7 или 8 месяцев Мы опять поехали в Рим Чтобы встретиться с Ренатой и Даниэля Но для меня Рената продолжал быть другом А Ивона, она действительно влюбилась в этого Даниэля Он ей так нравился, очень нравился Я помню, мы поехали на автобусе С моей подружкой Ивоной Это была весна 99-го года И вот они приехали встречать нас на автовокзал Даниэля и Ренату И когда мы вышли из автобуса И Ивона увидела этого Даниэля Она сказала Ой, какой он страшный Он мне не нравится Это не он Он не свою фотографию прислал Я говорю, как не свою Это он Просто он был без темных очков На фотографии он был в темных очках Играл в теннис И он выглядел немножко по-другому И она в нем разочаровалась Она вот все это время Все вот эти 10 дней, которые мы были Здесь в Италии В гостях Она даже слова ему не сказала Она от него отворачивалась Убегала Говорила, это не он, это не он Он меня обманул Он мне на фотографию выслал И никакие там убеждения Я ей убеждала, что это он Что это его фотография Просто он иначе выглядит немножко В темных очках И без темных очков он выглядит Выглядит немножко по-другому Ну нет, она ни в какую Керлась Не хочу с ним разговаривать Не хочу на него смотреть И все Конечно, это было забавно Но я не хотела бы быть на месте этого Даниэля Ему, конечно, было очень обидно Вот Ну они там общались на расстоянии Но в это время у нас с Ринатом уже начались серьезные отношения Появились чувства какие Ринатом меня познакомил со своей семьей Со своей мамой Я его маме очень понравилось И мы уже решили связать наши судьбы Я бы пошел их кормить Как всегда Наших подопечных Потому что у них тоже праздник Святого Валентина Идем домой С моими орхидеями С моими орхидеями Сейчас буду читать 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 инструкции Казаника Потому что все предыдущие у меня погибли очень быстро Все орхидеи Казаника 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 И здесь находится такой Листок Цитат Казаника 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 А В этом мире Ты получаешь только то, что ты ищешь Вот это вторая цитата Шоколадки, которую съел Рината Аминь.